Сегодняшняя тема. Стеклопакеты и ламинат, стоят новые кровати, где то есть даже телефон. В санузлах, новая сантехника и установлены душевые кабины, правда, не везде. Как выглядел 442-й госпиталь за две недели до предполагаемого закрытия, смотрите здесь, по лестницам вверх-вниз иногда пробегают люди с папками. В отделениях туда-сюда снуют мечестры и курсанты, носят мебель и завершают последнее приготовление к приему пациентов. Некогда мне вам на вопросы отвечать. В мыле все, готовимся. Раньше восьми вечера никуда сегодня не уйдем, работы непочатый край. Вон, у нас даже врачи кровати таскают, на бегу проговорила старшая сестра отделения. Сотрудники говорят, что к приему пациентов готовы, но по всему видно, что на скорой не до конца. До левого крыла третьего этажа, где находится кафедра факультетской терапии в МА, ремонт пока не добрался, там царит поствоездная разруха. Что происходит в инфекционном отделении, понять сложно. Кроме обшарпанной закрытой двери с надписью «Инфекционное отделение» и темной лестницы, на которой шею свернуть можно, ничего не видно. Когда откроются остальные отделения госпиталя, пресс-служба военного ведомства не уточняет, однако сотрудники говорят, что в полную силу госпиталь должен заработать с 1 сентября 2013 года. До этого времени из 600 коек, по словам врачей, будут заполнены 150. Ходят слухи, что количество коек должно сократиться, мощность госпиталя так и останется сокращенной до четверти от прежней. Но те, с кем удалось пообщаться, ничего подобного не слышали. «Не думаю, что койки будут сокращать. Да вам сейчас этого никто точно и не скажет. Распоряжение на этот счет придет только в марте», — поясняет один из врачей. «Пока нам говорят, что после ремонта корпусов мы продолжим работать в том же объеме. Статус госпиталя тоже остается под вопросом. Есть информация, что он перестанет быть окружным и станет гарнизонным. Бывший ректор в МА-профессор, академик Рамн Борис Гайдар такой возможности не исключает. Однако, по его мнению, на работу госпиталя это никак не повлияет. Если 442-й станет гарнизонным, возможно, это будет логично, поскольку окружной госпиталь должен быть один. И сейчас это госпиталь в Подольске», — говорит профессор Гайдар. «Но не думаю, что это как-то ущемит право 442-го госпиталя или поставит под угрозу его существование. Что будет с персоналом, пока непонятно. Врачей и мечестер, которым сейчас пока не находятся работы в госпитале, временно трудоустроили в другие медицинские учреждения города. После окончательного открытия госпиталя они смогут, если захотят, вернуться к своим прежним обязанностям. Но многие не выдержали ожидания и уволились, поэтому, вероятно, вакансий в восстановленном 442-м будет достаточно. fotovk.com Будь здоров!